Треть саровчан приняли участие в выборах депутатов городской думы седьмого созыва. Из более ста кандидатов надо было выбрать 34 достойных, которые будут представлять интересы горожан в органах власти предстоящие пять лет, решать проблему, помогать, вести диалог с чиновниками. На большинстве округов в думу баллотировались по 3-4 человека. Если мы все придем на выборы, если дружно, как говорили в советские времена, проголосуем единогласно за того кандидата, который достойный, так же будем и жить. А если мы пройдем половину и наши голоса разойдутся на пять частей, то, естественно, перспектива будет совершенно другая. Важно для всех людей города выборы, чтобы нам помогали во всем, чтобы все были довольны. Для этого нужны выборы, чтобы люди работали за всех нас. Ну, мнение молодежи, что это достаточно важно, хотя сейчас возникает такая ситуация, в которой не все уверены, что это вообще возможно, так скажем. Но, конечно же, важно пытаться, важно как минимум не сидеть дома, а ходить, пытаться голосовать, пытаться что-то делать. В этом году на выборы депутатов седьмого созыва заявился 161 кандидат, но не все в итоге попали в лист для голосования. Около 40 были сняты с предвыборной гонки, в том числе и в судебном порядке. В борьбе за кресло в Думе приняли участие 114 человек. Определиться с выбором с Ровчаном было непросто. Вот эти новые люди, да, мы их не знаем, и какой-то вот особенной программы с их стороны, ну, то, что мы не видели этого, да. А работа старого депутата, ну, она как бы видна, и, ну, не знаю, ну, сложно было. Я с ним общалась, и это общение мне достаточно понравилось. Мне достаточно понравилось, как он откликнулся на мою просьбу. Достаточно быстро, достаточно все четко, поэтому на личном опыте я решила повторно выбирать именно его. Отдать свой голос за одного из кандидатов депутаты с Ровчане могли уже со 2 сентября. Именно тогда стартовал досрочный этап голосования. В среднем на каждом избирательном участке за 11 дней свою волю изъявили по 200 человек. Срочно проходило активно, пришло 224 человека. То есть люди шли, кто хотел уезжать в отпуск или там куда-то в другое место, приходили и голосовали. В единый день голосования 13 сентября избиратели шли на участке с самого утра. Кроме легитимности выборов, перед участковой комиссией стояла задача обеспечить безопасность горожан во время голосования в период пандемии. Голосование проходит спокойно, с соблюдением мер безопасности от коронавирусной инфекции. На входе раздаются средства индивидуальной защиты, выдают ручки, меряют температуру. Стараемся, чтобы максимально безопасно это проходило. За время голосования поступило около 10 обращений о нарушениях на участках, большинство из которых не подтвердились. По итогам голосования состав городской думы обновится на 40%. Из 34 народных избранников 14 впервые наденут значок депутата.